Всем привет! В стиме, как вам известно, а может быть неизвестно, доступно тестирование бета-устройств Steam Family Sharing. И многие хотят знать, как объединять аккаунты, как вообще этим пользоваться. Ну, сейчас я попробую объяснить. Да и тем более, я видео в ютубе не нашел на эту тему, поэтому подумал, почему бы и не сделать авось и кому-то понадобиться. Так, ладно, для начала заходим в стим. Вступаем в эту группу. Если вы не вступите, то у вас ничего не получится. Так, после того, как вы вступили, заходим в тему. Вот написано закреплено. Закреплено, извиняюсь. Family Sharing Bad Access. Заходим. И пишем что-то вроде ADD. Так, сейчас, секунду. После того, как вы это написали, ну, я же повторяюсь, этого делать не буду, ждем день, два, ну, грубо говоря, три дня ждем. Заходим в стим. Вот он вот, в стиме мы злогинены. Жмем настройки. И вот появляется окно. У вас, скорее всего, будет на русском языке. И выбираем Family. И тут будет такое вот окно. Вот такое вот окошко. И значит, суть какая. К примеру, у вашего друга есть Call of Duty Black Ops 2. И вы хотите в него поиграть. Он дает вам свой аккаунт. И вы просто подойдитесь. Заходите, то есть, в его аккаунт на своем компьютере. Он вам дает код, который пришел на мыло. И после этого, после этого, как вы вошли в аккаунт друга, идете, опять-таки, настройки Family. И жмете. Тут, вместо Deauthorize будет, ну, типа, авторизовать аккаунт. Жмете авторизовать. И подписывайте, как вам его надо. После того, как вы это подписали, то есть, свой аккаунт, то же самое вашему другу нужно сделать. То есть, вы даете ему свой аккаунт, и он заходит. После этого желательно сменить пароли. Да, после того, как вы все это сделали, но, опять же, повторюсь, надо подождать 3 дня, чтобы вам дали заявку. Потому что у вас не будет самой этой опции. Видите? И вот в настройки всякие, не надо, тут есть просто вот, вот, вот эти вот опции. Авторизовать аккаунт. То есть, авторизованный аккаунт. Я здесь могу убрать галочку, и моя библиотека игр не будет доступна. Вот, менеджер в компьютер. Это, вот эта настройка, то есть, для, для семи тут. Если вам нет восемнадцать, и ваши родители следят за вами, то они просто наблюдают, они хотят вас отпускать к играм с насилием, то они настраиваются. Вот это, собственно, небольшая информация о том, кто авторизован на моем компьютере. То есть, на моем, да, на моем компьютере и аккаунте уходит. Ну, собственно, все. Теперь, после того, как вы авторизовали, покажу библиотеку игр. А так, вот мои игры, то есть, аккаунты. И вот игры моего друга. И вот еще игры. И вот библиотека. У нас сейчас здесь сбоку появится библиотека, видос, вернее, моего друга, то, что мой библиотек у него тоже отображается. Ну, и, в принципе, все. Есть нюанс. Когда вы играете в игру, то есть, в игру своего друга, и он заходит в эту игру, то вам дается пять минут, чтобы выйти из игры. Либо купить ее, либо он играет в любую другую игру, ну, то есть, в игру из своей библиотеки, со своим аккаунтом, то вы не сможете играть. Вот такой косяк. И не все игры отображаются. В основном не отображаются игры, связанные с Valve'ом и с посторонними аккаунтами. То есть, с Xbox Live'ом, с каким-либо еще соушилами, клабами и так далее. Ну, вроде бы тут больше говорить-то нечего. А если будут какие-то вопросы, то пишите. Постараюсь, по-моему, счастливо. Не разобрались.